Вы слушаете Радио Болткома Каждую среду в полдень На Радио Болтком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий В мире классической музыки И бывает ли какой-то день Когда нет ни одного концерта Классической музыки Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей Секреты профессии Во время игры подумать так Ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись То, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки Слава Богу, это пожелание становится явью У нас потихонечку отпускают Как-то вот эти все ограничения Уже открываются музеи Уже объявлено о том, что можно будет действительно В скором времени посещать Такие массовые мероприятия Культурные мероприятия Культурная среда начинается с Елены Приваловой Добрый день Здравствуйте, Елена Вам слово Вам власть в этой программе Здравствуйте, Олег Здравствуйте, дорогие радиослушатели Сегодня опять были небольшие технические неполадки Из-за того, что Сейчас я нахожусь в Оренбурге И именно у меня что-то уже происходило Со связью, но я рада, что это не помешало нашей беседе И встрече, душевной встрече с вами, дорогие рижане Я очень рада, что все-таки открывается концертная жизнь в Риге И несмотря что, конечно, это ограничение И можно будет ходить на концерты только для тех, у кого есть паспорт-прививочник Но думаю, что все-таки и это когда-нибудь закончится И концерты для всех остаются онлайн И пока концертные площадки очень осторожно начинают концерты И известные концерты будут в Юрмале А вот Домский собор продолжает пока череду концертов онлайн-трансляциями И сегодня, в среду, 9 июня в 19.00 Фактически из любой точки мира Совершенно бесплатно можно послушать концерт Посвященный юбилею Индре Рише Это латвийский композитор Написала много произведений для органа и ансамблей И в концерте будут звучать ее произведения и премьеры В исполнении Лауры Грецкие, Сопрано, Аня Теточев, Вейте И Лигита Снейба, Орган Такой же онлайн-концерт Послушать это все можно, зайдя на сайт Томского собора Рубрика концерты И там будет ссылка на онлайн-трансляцию В пятницу, 11 июня, также в 19.00 Юбилей Эрмуальда Ермака 90 лет Один из ярчайших композиторов Выдающийся латвийский композитор В этом году ему исполняется 90 лет В концерте примут участие несколько органистов Вита Каунцема, Илза Рейна, Илона Биргеля Айвар Скаллис, Лаура Иванова, Яни Скарпович А также два сопрано Лаура Пурина, Тереза Греттоне И Янис Пориетес Трубач В программе, конечно же, музыка Румальда Ермака В том числе премьеры Послушать также можно на сайте Домского собора И 30 июня еще один юбилей Паула Дамбеста Ему исполнится 85 лет И 30 июня будут выступать Арти Симонис, саксофонист Илза Гревелес, кара иная сопрано Кристина Адамайте, орган И Илона Биргеля Вот пока такие онлайн-концерты Конечно, в России ситуация более благоприятная Мы не знаем, насколько благоприятная С точки зрения самого заболевания Но, тем не менее, душевной и духовной жизнью Люди живут активно Я была 2-го, 5 июня в Архангельске Там установлен замечательный орган Александра Шуки Почти такой же инструмент стоит В малом зале Московской консерватории И вся моя учебная жизнь была связана Именно с этим инструментом И тем радостнее было фактически С таким же инструментом познакомиться И сыграть программу А это были все токаты Иоганна Себастьяна Баха Именно та программа, в которой я закончила Сезон в Риге 6 ноября в Домском соборе И вот как раз состоялся концерт в Архангельске И мне захотелось, чтобы состоялась встреча С музыкантом именно из Архангельска Это небольшой городок, где течёт та же самая река Северная Двина А в Латвии она у нас называется Даугава И она совсем-совсем другая Хотя та же самая Река вот протекает И вот связывает в данном случае сейчас Архангельск и Ригу И в гостях у нас Владимир Ануфриев Дирижёр, художественный руководитель Архангельского камерного оркестра Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, Елена Здравствуйте, слушатели Конечно, будем говорить о вашем творчестве, о вашей биографии И о камерном оркестре Нам удалось с вами пообщаться И вживую, и теперь радостно вас видеть уже онлайн И рады, что наши рижские слушатели познакомятся с вашим творчеством Расскажите, над чем вы сейчас работаете Ведь в Архангельске, скорее всего, будет закрытие сезона Да, будет закрытие сезона И будет закрытие сезона филармонии 23 июня В котором мы немножко будем участвовать И будем играть Оркестровую версию второго квартета Александра Масолова Композитора, которого все знают Как композитора-авангардиста во всем мире Его так за это почитают Но творчество этого композитора делится на две совершенно противоположные части И вот вторая часть, которая связана с фольклором Которая уже, так сказать, не связана эстетически с авангардом Она совершенно в тени И вот этот второй квартет, который был написан на темы Песен войны 1812 года У него есть и вокальный цикл, такой вышедший во время войны Как патриотическое участие композиторов в жизни страны Совершенно искренне И квартет замечательный И вот мы его уже играли в этом году И будем повторять сейчас А потом будет и наше закрытие сезона оркестра Оно позже, чем закрытие сезона филармонии 26 июня С нами будет играть замечательный скрипач Один из, на мой взгляд, самых интересных российских скрипачей Никита Борисоглебский И мы с ним будем играть программу В которой собрался невероятно широкий спектр сочинений От, я говорю, Себастьяна Баха И там и Стравинский Там и Сибелиус И Крейслер И наши современники Александр Моноцков и Антон Лупченко В общем, совершенно разная музыка Которая, кстати, вокруг Баха Первое отделение Моноцков и Лупченко А вот все остальное Это, так сказать, музыка уже другая Построенная по каким-то драматургическим понятиям Драматургическим идеям Но я думаю, что это будет очень интересно У нас сегодня концепт Сегодня юбилей Одного из архангельских музыкантов Очень известных здесь флейтиста Атар Мальшава И мы с ним будем праздновать его день рождения В такой очень праздничной Интересной и нарядной программе В которой тоже оркестр, конечно, участвует У нас есть сейчас с чем поработать И слава Богу Это замечательно Кстати, у нас в гостях Также радиопередача «Культурная среда» Был Никита Борисоглебский И опосредованно он уже знаком Нашей замечательной рижской публике Я знаю, что у вас также в сентябре Будет органный фестиваль И вы уже будете аккомпанировать органистам Расскажите вот об этом опыте То есть более известны как раз Когда камерный оркестр аккомпанирует Понятно, скрипачам, амфлетистам, пианистам А вот насколько часто приходится играть и с органом И аккомпанировать орган? И с кем вы будете играть? Мы будем играть с Рубином Абдулиным Собственно говоря Концерт Рейнбергера Этот фестиваль соберет нескольких органистов В том числе и Виктор Ряхин Который уже давно живет в Норвегии Но, собственно говоря, он был первым Первым органистом, который служил в кирхе в Архангельске И он периодически возвращается Как правило, в этот фестиваль Органу 30 лет И интересно, что Его открытие было летом У меня день рождения 20 июля Органа 21 Да, и так получилось, что Орган появился в 91 году в Архангельске Я тоже начал работать в 91 году Именно оркестр ваш тоже Появился именно тоже 30 лет назад Как профессионально, я подчеркиваю Потому что они раньше работали И они хотели быть профессиональным оркестром Это был, ну, такой Не сказать, что это любительский состав Потому что все-таки это музыканты Профессиональные педагоги И их студенты Из школы, из училища И закончившие уже училища Но у них не было такой перманентной работы И они собирались и очень хотели это сделать И так получилось, что вот именно в сентябре 91 года И тут не звезды сошлись, а люди сошлись Вот я туда же в эту точку сошелся Ну, может быть, и звезды тоже И мы, собственно говоря, начали наш профессиональный путь А Орган летом И вот в этом году празднуют 30-летие Органа Да, поэтому этот фестиваль юбилейный Я думаю, что это будет очень интересно Но по поводу того, насколько часто удается играть Ну, не каждый день, конечно Но, как правило, один-два раза в сезон Мы что-то играем Есть у нас, например, такая программа Которая оказалась очень удивительно универсальной Это все сонаты Моцарта скрипичных Все 17 штук Мы их не берем от духовяков Делали небольшую редакцию Там совсем немного это нужно делать И мы это играли уже, наверное, добрый десяток раз С Даниэлем Зарецким и его учениками Это вы имеете в церковные сонаты для Органа И двух скрипок, да И Органа-баса, и двух скрипок И виолончели Мы играем в виде оркестра Да, в виде оркестра Бас присутствует И идея этой программы в том, что Мы, во-первых, играем целиком То есть со всеми написанными репризами Как у Моцарта Получается два огромных отделения 40-50 минут Но Органист при повторении каждого отрезка Имеет возможность поимпровизировать Это, собственно говоря, в духе времени И каждый импровизирует по-разному И в этом как раз То есть эта программа Она одинаково не повторяется никогда Собственно говоря Ученики Даниэля Феликсовича играли И он сам играл, по-моему, даже пару раз У него, кстати, даже есть Я вас перебью, извините, Владимир У него даже есть запись Он записывал все сонаты И Рижанам тоже знакомы эти 17 сонат Потому что я их играла вместе С известными рижскими музыкантами Ириной Валикжаниной И виланчилисткой Ириной Валикжаниной И скрипачами Лейна И Юрием Савкиным И очень ждут, когда же мы вновь повторим И там, кстати, помимо того, что есть такая вот соната Достаточно как бы в основном Орган, конечно, аккомпанирующую функцию Такое выполняет, как просто гармоническую Но есть прям полноценный концерт И только одна соната Полноценный, полноценный концерт До мажор Да, это очень интересно И так приятно, что мы с вами сегодня поговорили И я этот цикл исполняла на своем фестивале Органные вечера в Кусково С Русквартетом И каждый раз Каждый раз всегда музыка звучит иначе То есть хотя бы меняется один исполнитель И уже все иначе То, что вы сейчас говорили Хотя вы играли с Даниэлем Феликсовичем И с его учениками Но каждый раз это как будто новое произведение Как только меняется интерпретация Насколько отличается для вас Исполнение аккомпанемент именно органу? Ведь это не настолько гибкий инструмент Как фортепиано или скрипка Есть какие-то вот именно дирижерские вещи На которые вы поняли, что нужно обращать внимание? Вот я задумался, как сказать Коротко и более емко Дело в том, что я вообще Не рассматриваю Какую-то игру с солистом Как аккомпанемент Это все время ансамбль Это другой, не знаю Для меня это немножко другой подход С точки зрения ансамбля с органом Есть одно Ну, не всех залах это касается Но архангельского зала это касается точно Органист сидит спиной Он видит тебя только в зеркало И орган в архангельске находится Как вы знаете Вы только видели На верхнем ярусе сцены Оркестр сидит на нижнем ярусе сцены И поэтому мы немножко, так сказать Смотрим под углом друг на друга Но даже Бог с ним под углом То, что органист играет на втором мануале Вот эти трубы расположены высоко под потолком И на том месте, на котором стоит дирижер То, что играется на втором мануале Вообще не слышно То есть я знаю, что написано У меня в нотах В нотах написано Но я слышу какой-то далекий Непонятный отзыв Так, гармонию в целом Это требовало привыкания Очень долгого То есть я вообще не знал Поначалу, что с этим делать Мне надо слышать музыку А я ее не слышу Но потом как-то это само собой Притерло, что называется Дорогие друзья У нас в гостях дирижер Художественный руководитель Архангельского камерного оркестра Владимир Ануфриев Не отключайтесь Вернемся после небольшой рекламной паузы Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова День в день Час в час Минута в минуту Радио Болком И мы продолжаем нашу передачу Культурная среда С вами я, Елена Привалова И в гостях у нас дирижер Художественный руководитель Архангельского камерного оркестра Владимир Ануфриев Владимир 30 лет назад Вы переехали в Архангельск 30 лет назад Организовали Камерный оркестр Стали руководителем Откуда вы приехали И как вы стали дирижером? Я приехал Собственно говоря Из Нижнего Новгорода Где я учился В консерватории То есть Еще проще Еще сложнее Точнее Я поступил в Горьковскую консерваторию Закончил Уже Нижегородскую Консерватория Была одна и та же Просто город Название Это был город Горький Вообще Я родился В Архангельске Так у меня В паспорте Написано И все Знаемые мною предки Они из Архангельска Из этих мест И можно сказать Что я отчасти Вернулся домой В каком-то смысле И так получается Что я в этом городе Уже провел Большую часть Своей жизни Но она вторая Большая часть Своей жизни Я учился В Нижегородской Консерватории У одного из самых Интересных И сильных Педагогов Дирижеров Которые работали В Советском Союзе Еще Маргарита Сан Саморуковой Но учился я Как хоровик Тогда не был Оркестрового Факультета У меня Горьком Я поясню Нашим слушателям Поясню Нашим слушателям Хоровик Это дирижер Хоровик Это И поют в хоре И учатся Дирижировать Да Дирижировать хором Но также Там есть и специализация Когда дирижируют Оркестром Да На самом деле Хормистер Просто Специфика Разная Но Техника управления Похожая Конечно Есть Свои Особенности У хорового Дирижирования И у оркестрового Оперного Симфонического Дирижирования Недостаточно Много Среди Дирижеров Симфонистов Выходцев Из хоровой Среды Есть как продолжать Вот И я учился И собирался Продолжать свою учебу Как Дирижер Симфонист Были планы В Московскую Консерваторию Поступать В тот момент И В Ленинградскую Возможно Но Жизнь Все Поменяла Все обстоятельства И я Оказался У станка Что называется То есть Люди Долго ищут А вот Мне пришлось Взяться за дело Так сразу Мне предложили Я отказываться Не стал И Уже Занимаясь Оркестром Со своим Оркестром Я потом Уже и стал Учиться Как хоровой Как Симфонический Дирижер Закончив Аспирантуру Правда Закончил я ее Не так давно Все Делом Занимался Вот Собственно говоря Я выпускник Нижегородской Консерватории Это Отдельная Можно сказать Школа Своя Она Имеет Черты И московской И ленинградской Петербургской И И то и другое Там присутствует Кстати Дирижеры Хоровики Дирижируют Только руками Камерные Дирижеры Дирижеры Камерного Оркестра Бывают Руками Или берут Палочку Как вы Дирижируете Палочкой Я дирижирую Тогда Когда нужно Либо Это Очень большие Симфонические Составы А у меня Все-таки Бывали Концеры Не сказать Что я Камерный Дирижер Это как раз Скорее Не очень Мое По мне Большие Составы Большие Подлительности Сочинения Либо Это Опера Либо Это Большой Симфонический Оркестр Другое Дело Что я Беру Палочку Когда Приходится Иметь Дело С современной Музыкой Совсем Современной Просто Там Немножко Другая Пластика И Палочка Это Позволяет Делать Более Схематично То есть Там Требуется Менее Певучие Руки Как бы Мы Ожидали От Романтики Например А В Современной И В ультрасовременной Музыке Всякой Разной Требуется Более Схематичный Жест И вот Палочка Позволяет Это Делать Гораздо Более Рельефно Чем Рельефно А вам Лично Как Больше Нравится Дирижировать Палочкой Или без Та же Романтическая Музыка Или Эпоха Барокко Не знаю Барокко Отличается Вообще Барочную Музыку В камерном Составе Я Предпочитаю По возможности Не дирижировать Берется Спинет И Я играю Ну конечно Я это Делаю Плохо И Не очень Квалифицированно Но стараюсь Я Играю Партию Комитинова Вместе с Басом Собственно говоря Как это и должно быть Очень часто Дирижер Барочной музыки Не требуется Потому что Вообще Дирижер Это прежде всего Организация Времени Собственно говоря Мы Единого 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 Времени Для всех Музыкантов Мы Отчитываем Доля Рукой Где Замедление Где Ускорение Где Взятие Нового Темпа Музыканты Понимают Пуке Но В барочной Музыке Изменения Темпа Не такие Частые А потом В барочной Музыке Очень часто Есть Солист Который Собственно говоря Берет на себя Функции Дирижер Например Скрипач Концерт Для скрипки Ну не знаю Там Очень много Изменений Темпов Во временах Года Вивальд Там каждый Кусочек В новом Темпе Очень известная Музыка Все ее знают Но Дирижер Там на мой взгляд Не требуется Потому что Это все делает Скрипач Зачем Дублировать Функции Скрипач Это и так Делает Из-за Нему Музыканты Иду И Дирижеру Лучше всего На мой взгляд Взять И аккомпанировать Вместе с басами На На Клавесине Как здорово Как интересно Тут-то он И пригодится Дирижер Со своими Организаторскими Возможностями Тоже Возможностями Владимир Вы рассказывали Что вам Несмотря на то Что требуется Очень много Времени Но тем не менее Вы любите И делаете Замечательные Аранжировки Для камер Оркестра Замечательные Это уже не вы Мне с вами Рассказывали А ваши коллеги Когда я общалась С замдиректора Филармонии Она очень хвалила Ваши аранжировки Расскажите Нашим слушателям Какие работы Самые ценные Именно для вас Ну у меня их Не так много На самом деле Это все началось Лет Двадцать пять Назад Когда Было Принято решение Пригласить Оркестр Для участия В рутинных Школьных Конкурсах Скрипачей Вот есть такое Раз в три года Проводятся Конкурсы Среди Школьников Которые Занимаются В детских Музыкальных Школах По разным Специальностям И каждый У пианистов Тоже раз в три года И вот у струнников И пока человек Учится в музыкальной Школе Он может в трех Конкурсах В трех Категориях По возрасту Поучаствовать Это все Происходило Как правило Под рояль И вот мы тогда Взяли оркестр Для того Чтобы аккомпанировать В финале Такого конкурса Но Школьные скрипачи Не играют Больших концертов Которые обычно На взрослых Конкурсах Звучат И поэтому Надо было делать Школьный репертуар Это маленькие Концертики Иногда и не очень Маленькие Собственно говоря Там какие-нибудь Концерты Ак-Колай Или концерты Комаровского Они написаны В общем Но это инструктивные Концерты для школы И Ничего не оставалось Сделать Как взять в руки Карандаш И нотную тетрадку И начать делать С клавира То что написано Для Фортепиано И скрипки Фортепианную партию Превращать В партию оркестр Те же ноты Но для большого Количества Инструментов И вот как-то Пару вещей Получилось А потом Что называется Втянулся Дальше уже Нужно было делать И Но для конкурсов Я тогда помню Около 30 таких Разноформатных Транскрипций Сделал Что называется Набил руку Немножко Вот А потом Уже Не помню уже В какой момент Но пришлось Сделать И для Полноценных Концертов Для больших Наверное Одна из самых Таких Запомнившихся Мне Инструментовок Это была Транскрипция Виолончельной Сонаты Григо Замечательные сонаты Которые я Очень люблю Это на самом деле Замечательнейшее Сочинение Оно идет Около получаса Довольно большое И История с этой Транскрипцией Была тоже такая Немножко детективная Для меня Но он не детективный Так Юмор На самом деле Мы готовились К одному Фестивалю В норвежском Городе Тромс И Ребята Которые Затеяли Наше Вот это Вот выступление Это не ансамбль Его члены Играли Разные Сочинения С нами Члены этого Ансамбля И вот Виолончельская Должна была Играть Сонату Григо Они сказали Есть Транскрипцию Мы знаем Мы ее найдем 28 По-моему Января Это 7 лет назад Было 28 января Был концерт Тромс Все На улице Ноябрь Я спрашиваю Где ноты Мне говорят Ну мы еще ищем На улице Декабрь Мы ищем На самом деле Потом оказалось Что они ничего не искали Просто не знали Где А когда Дело вскрылось Когда я уже За дело взялся Оказалось Что транскрипции Для струнного оркестра Просто нет А нам играть надо Причем играть надо Числа 15 января Уже ее обыгрывать А на улице Новый год Ну что Пришлось Садиться Отпраздновав Новый год Пришлось Сесть За стол Поставить Компьютер И не вылезать Из-за этого Компьютера Пять дней Пять дней Я делал Эту инструментовку Практически Не смыкая глаз И надо сказать Я успел Вот это Пожалуй Самая памятная работа Самая памятная работа И потом оказалось Что музыка Эдварда Грига Она очень вокальная Она очень красивая И она Настолько Хорошо Ложится На Так сказать Она очень органична В струнном оркестре Это просто Невероятно Как будто Вот такой Пчинчик Григ Прямо мыслил Вот этими Такими тембрами Певучим Скрипичным звуком И виолончелем Это невероятно здорово Замечательно Дорогие друзья У нас в гостях Буквально еще Пару минуточек Осталось Дирижер Художественный руководитель Архангельского Камерного оркестра Владимир Ануфреев Владимир Часто люблю Нашим гостям Задавать вопрос Что бы вы Посоветовали Послушать Рижанам Или свои произведения Может быть Есть записи Вашего Камерного оркестра Или вот Просто любое Произведение Которое вы любите Ну в любом случае Именно то Что вы хотели бы Чтобы после нашей Передачи Рижане услышали А вы знаете Я наверное Посоветую Как раз Вот эту Сонату Григо Мы Есть запись В ютюбе Собственно говоря По моему имени Может найти мой канал Там немного записи Может быть Полтора десятка Но эту сонату В свое время Мы записали Мы записали С Замечательным Виолончелистом Олегом Сындецким Который играет Первую Виолончель В оркестре Валерия Гергиева В оркестре Мариинского театра Это замечательный Музыкант И оркестр Правда не мой Это солисты Нижнего Новгорода Это этой записи Лет пять Наверное Но вот Пожалуй Ее я посоветую И для тех Кто не слышал Никогда Сонату Григо Я думаю Что это будет Очень Большим Приятным Знакомством Ну В любом случае Это будет Очень интересно Потому что Произведения Эдварда Григо Всегда очень яркие Колоритные И Думаю Наши слушатели Не пожалеют К сожалению Наша передача Подошла к концу Я еще раз Прошу извинения Что Поздно подключилась Были технические неполадки Но тем не менее Рада Что Каждую среду Мы можем встречаться На культурной среде Общаться о классической музыке Об органной Сегодня О камерном оркестре Замечательным дирижером Владимиром Ануфриевым Художественным руководителем Архангельского Камерного оркестра Благодарю вас До новых встреч Друзья До свидания День в день Час в час Минута в минуту Радио Полком Иногда мы заслуживаем отдыха От суеты Дождя Неожиданной драмы И таскания тяжестей Так что передохни Попробуй услуги Интернет-магазина Риме Покупай на Риме ЛВ И выбери для себя Самый удобный способ Получить заказ Риме Торговый центр Олимпия Теперь еще больше Еще более захватывающий И еще выгоднее Самые большие В Риге магазины Nike Outlet Sports Direct И Sportland Outlet А также Скетчерс Чили Пицца И многие другие Предложения Для всей семьи Отличные эмоции В новых спортивных Магазинах И в магазинах Товаров для отдыха А также вкусная еда От наших ресторанов На террасе Или на вынос Мы открыты Торговый центр Олимпия За победы Каждый день Читайте на сайте mixnews.lv В WhatsApp Скорее всего Появится новая функция Эксклюзивные материалы MixNews Спорт всегда Используется политиками Журналисты Скандалах На чемпионате мира По хоккею Самые обсуждаемые На MixNews Как их будут заряжать Жители многоэтажек Эксперт О предложенной Домашней зарядке Электромобилей Просто интересно Ученые разработали Технологию Записи сна MixNews.lv Все достойное Вашего внимания Иногда мы заслуживаем Отдыха От суеты Дождя Неожиданной Дождя